Привет, друзья! В Австралии неслыханная паника из-за коронавируса. Буквально в течение нескольких дней из прилавков магазинов исчезли многие товары личной гигиены, гигиеническое мыло, салфетки, многие медикаменты. Очень сильно поредели полки с крупами, с рисом, с макаронами. Народ, как оголтелый, буквально сметает товары первой необходимости. И самое главное, пропала туалетная бумага. И даже тут австралийцы сумели выделиться среди остальных народов. Потому что во время приближения каких-то кризисов обычно люди покупают товары первой необходимости и продукты питания. Но австралийцы считают, что даже во время кризиса их задница должна чувствовать себя хорошо. Значит, случилось это все из-за того, что совсем недавно в Перте был зарегистрирован первый летальный исход из-за коронавируса. И дело совершенно не в том, что этому пожилому человеку уже 78 лет, но ведь он скончался из-за коронавируса. Мы все умрем. И народ, как оголтелый, кинулся в магазин в преддверии какого-то апокалипсиса. Вся эта шумиха началась с Мельбурна, перекинулась на Сидней. И здесь мы в Брисбоне в течение некоторого времени наблюдали на этом сумасшествии. Посмеиваясь иронически. Но вчера супруга пошла в магазин, обнаружила, что нет туалетной бумаги. Что народ скупает макароны, скупает рис, и она похвасталась, что тоже принесла дополнительные несколько килограммчиков. Я спрошу, зачем? Ну зачем на ровном месте делать себе такие проблемы? Неужели в Австралии закончится рис или макароны? Ну многие из вас, кому за 40, вполне возможно помнят конец 80-х, 90-х, когда в Советском Союзе, в России в магазинах был буквально шаром по кате, и не было никаких продуктов, вообще невозможно было ничего купить, были огромные очереди. Дело вовсе не из-за того, что перестали снабжать продуктами, что не было продуктов питания, только из-за того, что народ, как оголтел, и скупался коробками, мешками, целыми ящиками, и не важно, что потом все хранилось по челанам, все портилось, что в течение многих часов перебирали этот рис, эту гречку, этот сахар, выковыривая моль, мышиное говно, и потом все это мешками и коробками ввалили куда-то на помойку. И сейчас то же самое происходит в Австралии. Зачем вообще? Ну, ребят, я лично не понимаю. Многие магазины говорят о том, что сделали буквально феноменальную выручку, которая перекрыла распродажи во время Рождества и других австралийских праздников, но даже школьнику понятно, что если сегодня накупили все эти товары, то завтра в магазин уже не придут, что это не будут покупать. В принципе, можно понять владельцев магазинов. Если сегодня не купили у тебя, то, значит, купят где-то за углом. Но завтра, когда народ насытится, не купят ни у тебя, ни у соседа. А это будет затоваривание. Это многие производства, которые производят эти продукты, у них будет переизбыток, им придется либо снижать цену, либо как-то уменьшать издержки. И в конце концов все это отразится на рабочих, на тех же сотрудников, которые сейчас как оголтелы побежали в магазин и все это скупают. Что происходит? Я сегодня зашел в магазин, туалетной бумаги нет, полки с рисом, с крупами, с макаронами заметно при деле. Народ как очумелый, тарится вот этими всеми продуктами питания. Вообще ты ходишь в магазин чаще, что случилось? Что произошло? Слушай, туалетная бумага еще ситуацию вчера обнаружила на фейсбуке. Сегодня просто открыла ленту, все посты про туалетную бумагу были. Девушки кто-то вчера был, показывали пустые полки, сегодня. Короче, мне нужно было сегодня в любом случае магазин и где-то я зашла не поздно, около 12 часов дня, все полки с туалетной бумагой были пустые. Когда я спросила работника супермаркета, что же случилось, он сказал просто, что утром в течение пары часов вся эта туалетная бумага была, просто народ встраивался в очередь. Прямо как глобальная австралийская диарея. Риса уже не было на тот момент, исчезли долгоиграющее молоко, а вот этого длительного хранения я тоже хотела парочку литров прикупить. В некоторых магазинах даже жалуются, раскупили консервы, рыбные консервы. Сегодня в Костка, это большой огромный супермаркет у нас, утром в 7 утра очередь из 400 человек выстроилась. К чему народ все закупается? Вот как в Италии сейчас происходит, там очень прямо у них все заражаются, у них не могут они уследить, у них ничего не работает, никакие государственные учреждения, включая школы, университеты, церкви, театры, все позакрывалось, народ просто сидит дома, и полицейские кордоны везде, то есть они все смотрят, куда народ идет, куда выходит. То есть получается фактически город закрыт? Да, и то есть естественно никакое продовольствие в город не поступает, потому что магазин тоже не работает, поэтому народ, он как бы пристраховывается, и, короче, надо сушить сухари. У нас тоже первый случай в Брисбене, заражение. Да, в первый случай в Брисбене какой-то студент из Китая приехал, причем он шифровался, больной уже ходил на занятия, и он типа проверился на вирус, оказался позитивным. И всех перезаражал? Ну, там, в принципе, ищут, с кем он там общался, и чтобы изолировать народ. Это как в России один ехал на поезде, и сразу весь поезд как-то вычислили, всех изолировали. В общем, ребята, вы, наверное, знаете, напишите в комментариях. Да, там какой-то у вас итальянец, или из Италии кто-то приехал больной, и там типа всех вычислили, кто с ним на поезде был, кто с кем жил с ним, и всех изолировали. Там, по-моему, 25 человек, мне вам тоже говорят. А это случай был на Голд Косте, когда женщина в... Из Ирана приехала, косметолог. Косметолог, к ней к народу куча ходила. И как оказалось... В большом шипи-центре она работала просто. Я не знаю, почему такой дурдом с магазинами вообще, что такое происходит, почему такая паника, но, по крайней мере, вот, как вы видели, я ставлю специально вставки и видео, и фото, полки очень сильно поредели. Такое ощущение, что мы вернулись, когда-то, в 90-е, 80-е годы. Я даже не припомню такого. Честно говоря, когда читаешь вот эти фейсбуку ленту, и самому какая-то паника зарождается, хотя ты с этим борешься. Я прямо зареклась в фейсбук лазить. Я борюсь, я борюсь. Ну, это не помешало тебе притащить туалетную бумагу и риск. Многие из вас спрашивали, а как сами австралийцы относятся к коронавирусу? Какое вообще настроение в обществе? Ребят, я не скажу за всю Австралию, так как я преимущественно общаюсь в мужском коллективе, а мужчины, ну, не подвержены таким паническим настроениям и этим фобиям. И в основном мои знакомые люди весьма интеллигентные и воспитанные, но очень интересная точка зрения. Дело в том, что даже если оставить, значит, тот факт, что неважно, как этот вирус был сделан, либо человеком, либо это какая-то мутация, об этом очень можно долго говорить, но факт остается фактом, что вирус опасен пожилым людям и опасен людям с низким иммунитетом. То есть, фактически, это пенсионеры и те люди, которые сидят на пособии. И тут необходимо вспомнить, что в Китае огромные демографические ямы, что снижение уровня жизни. Очень долгое время действовала политика «один ребенок на семью». Это не только в Китае, также и в соседней Корее, и в Японии. То есть, население стареет. И вообще по всему миру стареющее население это одна из самых, значит, крупных демографических проблем. И повышение пенсионного возраста всегда народно воспринимается в штыки. А здесь вот появился такой вирус. Ну, есть, в принципе, о чем задуматься. Так о чем думают австралийцы? Австралийцы, значит, решили так, что, скорее всего, этот вирус, он будет как грипп. То есть, он будет постоянно возвращаться, и никто от него не застрахован. Несмотря на то, что сейчас разрабатывается вакцина, она фактически уже готова, проходит клинические испытания, но потом никто ведь не знает, что на самом деле в этой вакцине. Ведь многие в России прививаются от гриппа, а результат понятен. Буквально целые города в лёжку лежат во время гриппозных эпидемий. Так вот, австралийцы пришли к такому заключению, что не стоит вкалывать и накапливать на старость, которая, вполне возможно, и не настанет из-за этого вируса или из-за каких-то последующих. А надо жить сегодня, сейчас, для себя, для своих детей, для своей семьи и, собственно, получать максимум от жизни. Вот такое вот австралийцев решение. Согласны вы, не согласны? Пишите ваши комментарии. Я благодарю вас за просмотр. И будьте здоровы, укрепляйте свой иммунитет, и тогда никакие вирусы вам не будут страшны. Удачи, ребят, пока! Субтитры сделал DimaTorzok